Привет-привет! В этот раз ролик немножко задержался, сначала у меня были технические причины, потом уже личные, и в итоге я решила сделать короткий ролик, потому что, ну, уже лучше он, чем вообще ничего. Я все думала, что сказать насчет этой темы, потому что я вообще не профи, но потом решила просто поделиться проблемами, с которыми я столкнулась при прописывании своего сеттинга, и рассказать, как я их решала. Получается, это даже не гайд, а скорее работа над ошибками. Как я уже говорила, я не профи в этом деле, в целом прописывание правил мира мне не очень интересно, поэтому я избегала этого прям до последнего. Ну, а вот мне прижал дедлайн, и пришлось начать работу. И оказалось, что я полный идиотка. Итак, ладно, давайте начнем по порядку. Мой сеттинг это современная Япония, и куда уж проще может быть, подумайте вы, ведь вся информация есть в гугле, на ютубе. Не говоря уже о том, что прописывая реальный мир, проблем должно быть, ну, просто минимум. Я начала со стандартных вопросов, типа, как живет ваш персонаж, где, что его окружает, чем он питается, потому что еда тоже привязана к месту жительства, отношения людей вокруг него, и так далее. Лично у меня вся история завязана на взаимоотношениях, но этот вопрос скорее не о ваших конкретно персонажах, а о том, как люди, которые его не знают или видели пару раз, к нему относятся. Ну, например, какие слухи про него распускают, как люди на них реагируют. К слову, разные народы по-разному относятся к слухам, кто-то больше в них верит, кто-то меньше, но это так, мини-факт вам копилку. Конкретно японцы запоминают ваши плохие поступки, будут помнить о них всю жизнь, так что испортив все репутации однажды, будет тяжело ее вернуть обратно. Но не сыт, на самом деле, я проработала тогда все эти аспекты и взялась за город. У меня это несуществующий вымышленный город, поэтому мне с этим было чуть проще. Я определилась его примерным местоположением, с тем, кто в нем живет, чем эти люди занимаются в большей части. И вот вроде я сделала большую часть работы, но понимаю, что что-то вообще не так. Где-то факты не сходятся и все в таком духе. Оказалось, я забыла буквально самую важную часть, самый важный вопрос, а именно, что мои персонажи там вообще забыли. Как они оказались в городе? Какие жизненные обстоятельства привели сюда? И я поняла, что я не самый умный человек, потому что с этого вопроса вообще стоило начать, а я тупо забыла о нем. Оказалось, что у меня есть целый персонаж, который вообще не вписался по лору, и мне пришлось его полностью переделывать. В общем, прописывание сеттинга дело трудоемкое, поэтому мне лень этим заниматься. Но хорошо, хоть я нашла свой косяк, пофиксила его, а то было бы очень-очень неловко. К слову, есть еще одна проблема большинства сеттингов. Это то, что передать все достоверно будет очень тяжело. Я не живу в Японии, поэтому я не могу передать все то, что я хочу передать. Но на самом деле я просто забила на это дело, потому что я все равно не смогу охватить все аспекты. Поэтому проще будет от них отказаться. Ну, или, как в моем случае, сделать их какой-то фишкой. И, конечно, вам не стоит забывать, что какие-то определенные правила, которые прям все, например, выполняют, которые привязаны к миру, их все равно придется сделать, нагуглить, найти, не знаю, обнаружить. И от них не стоит отказываться. Но на такие мелочи, типа, сколько раз персонаж ест в день, это такая необязательно важная вещь. На это можно закрыть глаза, даже если, например, в Японии есть культ еды. Я могу все равно на это закрыть глаза, потому что мои персонажи не будут постоянно хавать. Я думаю, это прекрасный пример. Забавно, что у меня почти все примеры связаны с едой, но неважно. В общем, как-то так оказалось, что я не совсем еще готова к прописыванию собственного сеттинга. Я бы с удовольствием послушала, с какими проблемами столкнулись вы. Может быть, вы даже мне посоветуете какие-то вопросы, потому что, естественно, Google не дает почему-то нормальных объяснений о том, как прописывать собственный мир. Ну, а на этом ручка все. Всем спасибо, что послушали меня. Если вам было интересно, то напишите об этом, там, подпишитесь, поставьте лайки, дизлайки. Как хотите. Ну, я с вами прощаюсь. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok